Все, тогда мы начали. Добрый вечер. У нас сегодня недельная глава Вайшлаг. Я начну. Значит, мы стараемся сделать знания более доступными, поэтому я составил план, привел цитаты и скажу вначале в двух словах, о чем я буду рассказывать. Во-первых, в нашей главе встречается впервые слово «суккот», впервые в Торе. Есть такая техника, чтобы понять какое-то слово, нужно посмотреть, для него впервые встречаются в Торе и по контексту понять. И вот мы постараемся понять смысл праздника «суккот» с помощью Рабина Ахмана. Потом мы перейдем к хануке, которая связана с «суккот» хотя бы тем, что и тот, и другой праздник празднуется 8 дней. И попытаемся понять смысл хануки через праздник «суккот», в чем их сходство и в чем их отличие. И теперь я начинаю. Войти в дом и зажечь свет. «Пасук, от которого я отталкиваюсь, это 3317. А Яков отправился в Суккот и построил себе дом, а для скота своего сделал шалаши, то есть суккот на иврите. Потому он назвал это место «суккот». Вопрос, почему место названо в честь шалаши или скота? Собственно, человек – это главный, да, и он себе построил дом. Этим вопросом задается Рабина Ахман и дает ему такой ответ. «Скотом» называется тот, у кого есть знания, о Творце имеется в виду. «Скотом» называется тот человек, у которого нет знаний. В этом ничего обидного нет. Любых два человека можно взять, у которого больше знаний, у другого меньше, и он ему должен это знание передать. С другой стороны, это символика Торы, символика Танаха, в котором очень часто встречаются какие-то домашние животные. Если через эту призму смотреть, то мы увидим просто души, которые передают друг другу знания, те, у которых больше, тем, у которых меньше. И поэтому Яков тут, соответственно, строит систему передачи знаний. От человека, который сидит в доме, там он изучает Тору, и он задумывается о тех, кто находится снаружи этого дома, у кого этих знаний нет, и как им эти знания передать. Соответственно, нужно построить некий механизм, который называется «сукот». Итак, человек сидит дома и учит Тору. Понятно, что Тору учить 24 часа в сутки непрерывно невозможно. Человеку приходится от этого отрываться, ну, как минимум. Если ему все принесут, он должен оторваться, чтобы поесть, чтобы поспать. И то, и другое необходимо, потому что он должен этим восполнить свои силы, чтобы, опять же, вернуться к изучению Торы. И таким образом мы видим два состояния таких архетипических, которые, например, можно назвать «дом и улица» или «дом и выход». Рабин Ахман приводит посылок «Смах звулун бецтеха» в «Иссахар бе Агулеха». Были два брата. Один занимался Торой, Иссахар другой был талантлив в бизнесе, и он занимался торговлей и помогал своему брату заниматься Торой. Соответственно, тот, который занимался торговлей, он назван бецтеха, то есть Ециам, будет радоваться звулун при выходе своем. То есть вот это состояние отрыва от занятий Торы, чтобы восполнить силу, называется выходом. И Сахар бе Агулеха будет радоваться в шатре своем. Шатер, то есть еще одно название места, в котором занимаются торы. И можно понять, что эти два брата на самом деле это два состояния одного человека. Когда он прерывается занятие Торы для того, чтобы восполнить свои силы, он называется звулун. Но восполняет он для того, чтобы опять же вернуться. И тогда он называется Иссахар. То есть это вот такой архетипический взгляд на вещи Рабина Ахмана, через который мне проще, например, смотреть. И получается, что пока существуют улицы, пока существует место вне дома, существует необходимость выходить туда. То есть там снаружи находится что-то, что помогает человеку больше заниматься Торой, то есть восполнить свой дом. То есть дом не полон, пока есть люди снаружи, которые не знают Тору. Их нужно привести, включить в учебный процесс. Другими словами, пока разбросаны камни, святые на углах всех улиц, как сказано в книге Эйха. То есть какие-то части реальности, они расколоты, разбросаны. Их нужно вернуть, то есть вовлечь. И эти два состояния. Ну точно так же в Шма, например, мы говорим, повторяй эти слова, когда сидишь в доме твоем, когда идешь по улице. Опять же два состояния. Но когда человек повторяет слова, идя по улице, то это уже называется Сука. То есть он себя создал в месте, там, где он выходит, где он опускается в состояние Тора, какое-то пространство, в котором он от этой Торы не отрывается. И это, собственно, вот эти два состояния, выход из дома для того, чтобы вернуться, они, собственно, являются смыслом праздника Суккот. Как это практически выражается? Например, есть какой-то Талмит Хахам, который целыми днями учится в Яшиве. У него есть какие-то приближенные ученики. Но у него болит сердце, что есть какие-то евреи, которые там при этом не учатся. И у них нет контакта с ним. И вот у него есть заповедь раз в год выходить и жить в Суке. То есть этот человек выходит из своего дома, и он живет на улице в таком, как бы, зыбком строении, да, из трех стен и так далее, в который может войти любой человек, проходящий по улице. Это как раз заповедь принимать гостей, да, то есть он сознательно опускает, ну, не сознательно есть заповедь, опускает свое состояние, да, чтобы встретить там тех, кто с ним не знаком. И как-то им передать свою Тору, как-то их вовлечь в учебный процесс, а возможно, как бы, и там привезти в свою ешиву, да, где они занимаются. То есть получается, что Сука – это некая ступень, да, которую в определенный момент выбрасывает из себя дом, да, для того, чтобы забрать тех, кто находится снаружи дома, и вернуть в него. И, собственно, когда заканчивается праздник Суккот, начинается новый цикл изучения Торы, да, с книги «Берешит», которая начинается со слова «Берешит», которая начинается с буквы «бет». Собственно, буква «бет» и означает «дом», да, то есть вход обратно в дом. Ну, и Рабин Ахман, опять же, говорит, что это важно, да, для обновления, и Тхатшут Мохин, он так называет, обновление мозга, да, для того, чтобы нам с новым, как бы, разумом, с новым подходом, с новым взглядом учить Тору, мы должны выйти из своего состояния и вернуться. И то же самое происходит, например, ночью, да, когда мы там засыпаем, у нас обновляется там ум, и мы начинаем по-новому все смотреть. То есть всегда необходимы вот эти выходы. Хорошо, теперь Ханука. Если у нас в Суккот, в Суккот человек выходил из дома, чтобы вернуться и с новыми силами изучать Тору, то в Хануку, если мы посмотрим на прямой смысл праздника Хануки, что означает само слово «Ханука», да, это сокращение «Ханука Табайт», обновление дома. Какого дома? Бейт-Амикдаш, то есть имеется в виду храм, да, если там есть много описаний праздника Хануки, возьмем самое простое, которое написано в Сидуре, да, во вставке, в молитву, которую читают на Хануку, да, и там конкретно описаны исторические события, когда греки порабощали евреев и потом встали сыновьям и тетяху, да, и там сказано «Вошли сыновья твоих, святых, святых, дома твоего, и освободили дворец твой, и очистили святилище твое, и зажгли светильники во дворах святых твоих», да, то есть здесь получается человек в центре, человек входит в дом и зажигает свет, да, и дальше пишет Маймонит в самом начале своих законов Хануки, Мишне Тора, он пишет, опять же, описывает эти исторические события, да, и заканчивает тем, что вернулось царство к Израилю более чем на 200 лет до разрушения второго храма, да, то есть вот этот человек, входящий в дом, да, вот этот духовный, да, архетипический, о котором мы говорили, в истории проявляется как возвращение царства к Израилю, да, несмотря на то, что мы знаем, что вот эти 200 лет там происходило множество как бы неприятных событий, да, но важно тут, что вот как бы поставлена фишка на нужное поле, и тогда человек входит в дом, и тогда что-то в духовных мирах исправляется, да, и, собственно, в этом сходство Суккоты и Хануки, которые празднуются, и тут и другой праздник, восемь дней, да, что означает число восемь, это выход за грань, потому что у нас есть семидневные циклы, семилетние циклы, то есть там мы считаем, там, седьмой, шестой день, седьмой день, потом у нас идет снова первый день, это значит, что восемь – это выход за какую-то грань. И действительно, в Суккот мы говорили, что у нас человек выходит из дома, да, за границу своего дома, а что происходит в Хануку? В Хануку выходит свет, то есть из того, в том доме, в который вошел человек, он зажигает свет, и этот свет теперь выходит за границы этого дома, да, мы знаем, что в храме особым образом были построены окна, они были узкие внутри и расширяющиеся снаружи, да, не так, как в обычных домах, а наоборот, потому что Бет-Амикдаш, да, храм – это тот дом, который дает свет всему миру. И тут как раз разница между Суккотом и Ханукой, да, что человек, который выходит из дома в Суккот, он выходит, чтобы приближать далеких, как мы говорили, но получается, что он может приблизить только далеких из близких, да, какой-то, те далекие, которые в его народе, далекие, которые в его городе, да, что, допустим, ну, в его городе могут кто-то прийти к нему в Сукку, да, в другой стране, на другом конце мира вообще могут не знать о празднике Суккот. В отличие от этого свет, который выходит из храма, да, и то, что у нас символизируется свечами, которые мы ставим на окно, да, они находятся внутри нашего дома, и они проникают наружу через стекло, да, то есть тут подобно вот этому свету, который выходит из храма. И Раби Нахман пишет, что свет, который светит в Хануку, да, он самый высокий свет, то есть как раз поэтому человек, ну, не человек, да, там у нас был человек, тут свет, он не выходит наружу, то есть он, его задача дойти до настолько отдаленных частей реальности, да, куда не может войти кошерный человек, да, который может там выйти в Сукку, там, в каком-то ограниченном пространстве, да, есть какие-то темные части реальности, куда не может дойти кошерный человек, но туда может дойти свет, высокий свет Хануки, то есть свет, исходящий из храма, да, это происходит только благодаря, только благодаря тому, что человек входит в дом, да, то есть восстанавливается царство Израиля, да, когда евреи живут на своей земле, и тогда они, то есть в отличие от того, когда мы знаем, что в Галуте, да, Галут – это еще один из аналогов, это сухот, сухот, да, выхода наружу, да, в отличие от жизни на своей земле, то есть мы знаем, что Галут рассеяния происходил для того, чтобы приблизить геров, и понятное дело, что когда здесь, там, на наших землях жили евреи, да, они входили там в контакт с какими-то народами, да, они приходили к ним в синагогу, в итоге делали геюр, но это было несравненно меньше, чем можно приблизить, когда народ Израиля живет на своей земле, в своем государстве, то, что вот называют Маймони, да, вернулось царство к Израилю, то есть тогда вот этот свет, он доходит до самых отдаленных границ реальности и исправляя, собственно, все мироздание, и в знак этого мы зажигаем на хануку свечи, да, то, что мы знаем, что есть место на земле, в котором соединилось небо с землей, да, и оттуда теперь идет свет, когда там живет народ Израиля, и что есть на земле дом, да, в котором живет человек, и который зажег свет, и этот свет светит всему миру и исправляет весь мир. У меня все. Ну, хорошо. Народ, который слушал и воспринимал. Кто-то что-то хочет спросить, добавить? Это все по Раби Нахману? По Раби Нахману, но через призму Раба Ширки, конечно, все, что касается последней части. Ну, вот пока народ думает, меня немножко смутило, все-таки сука как место временного проживания, ну да, это, по-моему, как бы стандарт, сука как место учения, знаю, по-моему, вот стандарт на словосочетание, да, сука тшалом. Может быть, это связано с тем, что именно когда человек действительно выходит вне своего как бы дома, имеется в виду дома как устойчивых стен, которые охраняют, и все во что-то более шаткое, и вот именно там как бы шалом, это да. И это как бы Авраам, который встречал этих ангелов, которые приходили, действительно, это встреча с внешним миром. Так, как-то не знаю. Ну, шалом с внешним миром, да, он находится в враждебной среде, поэтому вот это, как бы, стены суки, они обеспечивают ему шалом. Окей, кто-то что-то хочет сказать? Да, хотел сказать. Да, Гриша. Вот смотрите, интересная вещь получается. Значит, вот разобрали несколько случаев по Раби Нахману, вот Андрей сейчас разобрал, для чего, собственно говоря, человек может оторваться от изучения Торы. Ну, один вариант, что просто ему нужно зарабатывать на жизнь, другой вариант, что выйти заниматься просветительством, это все понятно. А вот третий вариант, что человек может от этого просто устать, от занятий Торой. И, кстати говоря, действительно, вроде бы, вот я по своему опыту могу сказать, что вот такое бывает. Это не глаза устают, это не что-то такое устает, это вот как будто бы наваливается что-то такое немножко депрессивное. И вот я вот думаю, а как же это может быть, если Тора – это как бы живая вода? Как вообще от этого можно устать? Так ответ как раз такой, что я должен, я чувствую усталость, потому что есть какие-то части, которые я должен подключить к этой живой воде. То есть я так устроен, что мне нужно поесть и восполнить силу. Но на самом деле цель того, чтобы я поел, это чтобы я взял вот эти продукты, которые вложили в свои силы другие люди, я их впустил в себя, и потом я эту энергию, то есть энергию всех этих людей, я их использовал в изучении Тора. То есть вот это все просто приманка для меня, моя усталость и мое желание поесть. А для того, чтобы выполнить свою работу, присоединить вот эти вот камни жертвенника, разбросанные на углах всех улиц. О, классно. Спасибо. Можно мне? Да, конечно. Да, конечно. У меня совершенно прозаический вопрос про название Сокот. Я замечаю вот что. Вот Бершева, откуда у нас это название? Это от Авраама Ицхака, которые ее назвали по поводу того, что там что-то происходило. Маханаим кто назвал? Яков назвал его Маханаимом. А Пенуэль откуда-то название? Тоже от того, что что-то происходило с Яков. А вот Сокот не так. Когда мы читаем про Сокот, такое впечатление, что это название, что он пришел в уже известное место под названием Сокот и построил там Сокот для скота. То есть где причина, а где следствие. Получается, по простому пониманию, что у этого места уже было название до Якова. А как это совмещается? Поэтому называется место Сокот? Нет, нет. То есть было такое место? Про Маханаим сказано именно так. Про Бершева сказано именно так. Про Пенуэль сказано именно так. А про Сокот сказано наоборот. Значит, что пришли в Сокот? Не пришел в Маханаим, а Маханаим, потому что там что-то случилось. Его-то и назвал это место там Маханаимом. Ну да. Видел там Ангел, поэтому он назвал Пенуэлем. Да. А тут не так. Пришел в Сокот и построил там Сокот. Да. А что там еще делать? Что там еще делать, кроме как строить Сокот? Если что-то так называется. Мне кажется, что есть и другие места, где называют места так, как они будут названы в будущем. И объясняется, что вот он пришел туда, а потом это назвали так, и так называется до сего дня. Нет? Не слышим. Секунду, где Миша? Где-то звука. Миша, ты выключил микрофон, ты можешь выключить? Нет. Правильно, Андрей, вот именно так. Что-то там произошло, и поэтому у них такое название. А в Сокот наоборот. Там название дано до того, как что-то происходило. Что это меняет? Объясняю, не пойму. А в чем вопрос? Что, ну и что? Ну, предположим, да, ну и что? Мы там не можем рассказывать возвышенные истории, почему, так сказать, это название с чем-то связано. Это название, оно было еще до Якова. Это как бы трудно строить какие-то истории по поводу духовного смысла этого названия. Потому что это название зависит на других народов, ты это хочешь сказать? Оно уже было. Ну хорошо, он привнес в нем новое содержание. Это может быть для скота, а еще в нем живут евреи и выносят туда свет чего-то. Нет, евреи дома строят. Мы знаем iTech, Startup Nation, беседы. Да, да, и будешь ты жить в домах, которые не строил. Да. Миш, мы поняли вопрос. Беседы, я, правда, честно говоря, не очень, я не очень... У меня нет ответа. Я не понимаю остроты как бы противоречия, но может быть, я как бы просто не въехал. Нет противоречия, просто ну то же самое, послушай, праздник Пурим, но Пурим, вроде тоже, Пур тоже не еврейское. Как бы есть много того, что было взято откуда-то, да, и в нем привнесен какой-то наполнен другим содержанием. Правильно? Окей? Догадан. Ну хорошо. Есть вопросы, либо мы плавно переходим к следующему докладчику. Ворот молчаливо соглашается. Доктор Линец, мы вас будем слушать. Очень приятно. А, сейчас, подождите, секундочку. Вот Нехама, Нехама М, ну, я не знаю, это та Нехама, которую мы знаем, Эйн Мухдаму Харбе Тура. Ну, хорошо. Это по поводу названия, в том смысле, что название, название Суккот могло быть как бы не взято от других народов из прошлого, а могло быть как бы, что ему может быть дано потом название Суккот по поводу того, что там были евреи. Такое, это, что Нехама хочет сказать. Ну, хорошо. Окей, да, Юра, прости, что я перебил. Хорошо. Можно начинать? Да. Так, всем добрый вечер. Ну, я хочу пойти скорее по событийной такой конве нашего раздела, нежели о каких-то таких духовных комментариях, так сказать, по-простому, по тексту, по событиям. И для начала я пользуюсь возможностью, конечно, сказать, какой текст у меня лежит в основе. Значит, вот есть такая белая книга серии Тарамецион, пятикнижая, с дословным переводом на русский язык и с комментариями к русскому переводу. Каковы комментарии, каковы текст, я всем очень рекомендую в качестве важного материала. Итак, недельный раздел Ваишлах и в этом разделе происходит совершенно ужасная история, когда, значит, по некоторым соображениям это было 15-е ава, когда дочери Израиля должны были в одолженных белых платьях выходить в виноградники и водить хороводы, что являлось предшествием сватовства. Так вот, вышла Дина, дочь Леи, которую родила Якову, посмотреть на дочерей страны. Ну, нечто на какой-то девичий праздник. Уже в этом пасуке кроется такое необычное дело, потому что здесь явная избыточность. И вышла Дина, дочь Леи, которую родила Якову. Простите, а кому еще могла Лея родить дочь, как не Якову? То есть здесь как-то удвоенная связь между Диной и Леей. Связь, которая нас отсылает еще к предыдущему недельному разделу, где сказано, что вышла Лея навстречу Якову, когда Яков возвращался с работы домой и вышла Лея ему навстречу. Там история с мандрагорами, со сменой супружеской очередности. То есть этот пасук показывает особенную связь Дина, продолжатель дела Леи. И то, что она вот здесь вышла посмотреть на дочерей страны, то есть города Шхем, это вещь такая нетривиальная. Ну дальше происходит вопрос. Пожалуйста. Есть негативно отрицательная интонация именно яцея, потому что на иврите яцеанит это нехорошее слово. Яцеанит это женщина легкого поведения. Вот то, что ты говоришь, та выходила и эта выходила. Имеется, то есть вопрос такой, в том, что ты сказал твое намерение имеется ли негативная связь в негативном поведении. Или ты не хочешь сказать? Хочу сказать, что Дина все делала в соответствии с замыслом. Мы еще будет время поговорим, ради чего Яков пришел именно в Шхем. И почему Дина пошла на свою прогулку именно в Шхеме. Но негатива здесь никакого нет, хотя дальше происходят совершенно ужасные события. И вместо того, чтобы общаться в девичьем коллективе, увидел ее Шхем сын Хамора Хеви на сей страны и взял ее, и лежал ее, и мучил ее. Вот здесь явный негатив. Оборот и лежал ее означает изнасилование. В отличие от лежал с ней нормальная супружеская близость. Это вот Яков лежал с Леей или с Ривкой. И это нормально. А вот здесь этот самый Шхем сын Хамора насилует Дину и после этого, когда он ее изнасиловал и прилепилась душа его к Дине, дочери Якова и полюбил девушку и говорил к сердцу девушке, мол, ничего плохого я тебе не сделал, давай будем жить мирно и дружно и вообще выходи за меня замуж. Значит, дальше я пропускаю несколько пасуков, тут важно, что Яков услышал, что осквернил Дину дочь его, а сыновья его были со скотом в поле, и промолчал Яков до прихода их. Значит, важнейший момент и промолчал Яков. Яков тянет время. Значит, дальше идут переговоры с Хамором, и тут прошло какое-то время, сыновья Якова пришли с поля, как услышали то, что произошло в семье, и огорчились мужи. Я обращаю ваше внимание, что сыновья Якова названы в тексте мужи с большой буквы. Хотя, если мы посмотрим на хронологию событий, то мы увидим, что Шимону и Леви, главным героем последующих событий, было приблизительно 12-13 лет. То есть, это мальчики возраста примерно бармицвы. Но при этом они названы мужи с большой буквы. То есть, здесь речь идет о том, что дети Якова это родоначальники колен Израиля. Это переход семейной ситуации в ситуацию национальную. Это зародыш народа, а не просто какая-то такая семья. Значит, ну, дальше они продолжают вести переговоры с Хамором. Значит, и сказали, не можем сделать вещи туда, дать сестру нашу мужу, у которого орла, потому что позор она нам. То есть, тонкий намек на то, что сын Хамора необрезанный. Только при этом согласимся с вами, если будете как мы, обрезаться у вас всякому мужчине. Значит, жители Хамор, его сын, и вслед за все-таки Хамор князь, посторонний человек, поэтому вслед за семьей Хамора все жители Шхема делают себе обрезания и дальше происходит собственно самое главное. Так, мне нужно вывести вот. Да, пожалуйста, ты можешь сделать. На момент нажать на зеленое кнопку. Да, все отлично, все видим. Все видят, да? И было в день третий, когда они болели, они, то есть, жители Шхема, ну, те, кто делали себе обрезания в создательном возрасте, знают, что действительно третий день после операции это день наиболее болезненный, когда человек ходит с трудом, когда все там отекло и, в общем, мало приятного. И было в день третий, когда они болели и взяли два сына Яакова, Шимон и Леви, братья Дины, муж, меч свой и пришли на город уверенно и убили всех мужчин. То есть, два брата, я уже сказал, сколько им было примерно лет в это время, приходят в Шхем и убивают всех мужчин. И, вообще говоря, эта операция, вот этот геноцид шхемского народа, в дальнейшем ряд комментаторов пытаются как-то вот это пройти мимо, не акцентировать внимание на то, что, вообще говоря, совершено убийство, причем убийство пока что без суда. Значит, никакого суда не было. Понятно, если и собрались там 10 братьев, образовали Бейдин, слушали, постановили и убили, ну, в конце концов, убили Шхем сына Хамора. Он изнасиловал Дину, его следует убить. Они убивают всех мужчин. Ну, первое, что я хочу сказать, это значит, обратить ваше внимание на обстановку вокруг, на этику межнациональных отношений того времени. Вообще говоря, за более мелкие прегрешения, на уровне ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, вырезали весь завоеванный народ до нуля. Поэтому то, что убиты только мужчины, а женщины и дети не тронуты, это свидетельство о том, что по понятиям того времени мы поступили очень гуманно. Это момент номер один. Момент номер два. Рав Гирш задает... Можно вставить только секунду? Можно. Да, пожалуйста. Марина, все-таки сам Яков по его реакции видно, что его дети произвели нетривиальную негуманную акцию. Да, и Яков против. Мы до этого дойдем. он живет среди современников, правильно? Поэтому он не относится к этой акции как акции проявления высокого гуманизма. Вот. И мы об этом еще поговорим. Окей, слегка. Значит, так вот вопрос, который задает Рав Гирш. А где была Дина в этот момент? Ответ. А Дина была спрятана во дворце Шхема. И это явно следует из текста Торы. Да, да. То есть Дина находится в заложниках у террористов. И то, что делают Шимон и Леви, в конечном итоге они освобождают заложника. Они освобождают Дину от террористов. Здесь нет так сказать вариантов для более гуманного решения вопроса. Понимаете? Когда террористы нас захватили. Теперь ответ на вопрос, который поставил Натан. Я обращаю ваше внимание, что после сражения с кем-то, после истории с двумя останами, с Пнуэлем и так далее, Яков получает второе имя из строения. И это имя свидетельство его национальной ипостаси. То есть второе имя Якова это переход от семейной истории наших праотцов к истории народа. И не случайно мы называемся Бней Исраэль. Не сыновья Авраама, не сыновья Ицхака, не сыновья Якова. Мы Бней Исраэль. Мы сыновья Израиля. То есть мы носители, потомки, хранители национальной сущности. А вот в этой ситуации, если вы посмотрите по тексту, что там дальше будет сказано и сказал Яков Шимону и Леви погубили вы меня и так далее. И во всей этой истории Яков снова назван именем Яков. То есть когда Яков критикует своих сыновей, он выступает с точки зрения семейной, с точки зрения еврея на коммунальной кухне, где с хулиганом ни в коем случае нельзя вступать в конфликт и в какие-то споры, где надо по возможности от хулигана отойти подальше и ни в коем случае его не раздражать. А вот уже сыновья Якова, Бней Исраэль, сыновья Израиля, они выступают как носители национальной этики отношений. Это не обида конкретной семьи и конкретной девочки. Это террористы посигнули на безопасность и благополучие народа Израиля. Вот позиция. И значит к слову о нашей современной борьбе с терроризмом известна такая история, когда молодого капитана Ариэля Шарона речь шла о 50-х годах. И вот Ариэль Шарон получил задание создать спецподразделение по борьбе с террором. Был создан такой отряд номер 101. Значит, не путать со 101-й комнатой у Оруэла, хотя работали они примерно так, как у Оруэла описано. Так вот, этот отряд 101 работал следующим образом. Если происходил какой-то теракт, то они шли по агентурным данным, ловили всех бандитов и их пособников и не просто их убивали, а убивали так, чтобы в соответствии с исламскими понятиями ни о каком этом самом Ганедене, там 70-х гурьях, речи уже не шло. И таких случаев было несколько. После этого арабский терроризм в молодом государстве Израиль был утихомирен на довольно долгое время. Вся эта история с сыновьями Яакова и с терроризмом и с изнасилованием Дины, она на самом деле изучается всеми спецслужбами мира. Значит, когда террористы захватывают заложников, то первый принцип это тянуть время. Причем время тянется любыми способами. Начинаются переговоры, соглашаются на все, что террористы требуют, любые их требования немедленно исполняются, им не противоречат, никогда не говорят нет и так далее, и так далее. Почему? Потому что сразу во время теракта, сразу после того, как захватили Дину, это самое плохое время для борьбы с террористами. Потому что теракт был заранее подготовлен и уже совершился. А мирные люди к этому не были готовы и не готовы к борьбе с террористами. Значит, надо выиграть время, протянуть его, чем прекрасно занимаются и Яков, и его сыновья, и в это время готовить операцию по освобождению заложников. Для этой операции, поскольку мы имеем дело с террористами, к ним нельзя подходить с точки зрения нашей еврейской гуманности. И если есть возможность устроить вот такой вот обманный маневр, вот они обрезаются, вот они на третий день плохо себя чувствуют, и вот в этот момент, прекрасно подготовившись, значит, мы видим, что два сына Якова взяли муж меч свой и пришли на город уверенно. То есть, они, во-первых, вооружены, во-вторых, они знают, куда они идут, где находится Дина, каким образом ее освобождать, как выполнить свою задачу. Эта подготовка требовала времени, что и произошло. Такова канва событий. Но здесь, знаете, есть такой хороший анекдот, как рассказывают про одного праведника, что он с таким напряжением мучил Тору, что птица, которая пролетала над ним в этот момент, вспыхивала огнем и падала сгоревшая на землю. И услышав эту историю, Хасид удивляется, сколь велика напряженность учебы, если вот даже птица сгорает, попав в поле этой учебы. А Литвак задает вопрос, простите, а кто заплатит за погибшую птицу? Так вот, главное, это правильно задать вопрос. И вопрос будет звучать так, а почему шхем? И мы видим, что вот этот шхем, он возникает еще в разделе Лех-Леха и прошел Авраам по стороне до места шхем, до Илон-Море, а к Нани тогда в стороне. И открылся Ашем Аврааму и сказал, потомству твоему я дам страну эту. И построил там жертвенник Ашем. Авраам построил жертвенник Ашем. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что Авраам, идя из Падана Рама, вошел в страну, в страну Кнаан, в будущее Эриц Исраэль. И прошел, ну, если не половину, то, по крайней мере, треть страны, пока пришел до места шхем. Он не благословил Всевышнего сразу на границе земли Израиля. Знаете, я давно прилетал первый раз в Израиль, 31 год назад, еще был старый терминал в Бен-Гурионе, и там прямо на летном поле был такой незаасфальтированный кусочек, там росли две пальмы и травка была. Так вот, религиозные соблюдающие люди, сойдя с самолета, делая Алию, это была эпоха Большой Али, они, сойдя с самолета, тут же падали на колени и целовали землю Израиля. Так сказать, читали благословения Ши-Яну, что я наконец на земле Израиля. То есть первый же шаг вот по земле Израиля это уже хорошо. Здесь мы этого первого шага Авраама на земле Израиля не видим. Он проходит треть страны, при той скорости передвижения это сильно не один день, и он приходит до места Шхем. И, кстати, забегая чуть вперед, он не просто приходит на место Шхем. Он именно в Шхеме оставляет большую группу своих учеников, которых он привел с собой из Падана Рама. Значит, с Эврамом пришла не только Сара, не только Лот, но еще и группа душ, которые он сделал в Харане. Они вышли вместе, пришли, и вот здесь в Шхеме он их оставляет, именно в Шхеме. Это еще не город, город построят ученики Авраама и их потомки, это место Шхем, будущее. И вторая история со Шхемом. И пришел Яаков целым в город Шхем, который в стране Кнаан, при приходе его из Падана Рама, и расположился перед лицом города. Значит, абсолютно непонятный маршрут Яакова. Значит, хорошо он встретился с Эсавом, хорошо там были не очень такие любезные переговоры с братьями, Яаков снова применил хитрость, Эсав ушел на свою гору Саир, а Яаков пошел в другую сторону и перезимовал, прожил год в вышеупомянутом месте Суккот. Замечательно. Но вообще говоря, куда спешит Яаков? Ведь Яаков, как воспитанный сын, должен прийти к папе Ицхаку, Ицхак жив, Ривка жива. Значит, Яаков должен прийти к родителям, привезти своих жен, привезти своих детей. Родители должны порадоваться внуком, но это совершенно другое направление дороги. Это надо идти на юг. Вместо этого от Суккота Яаков идет на северо-запад и приходит в город Шхем. Там уже город. Вопрос. Что притягивает и Авраама, и Яакова в Шхем? И здесь я хочу чуть-чуть сказать, вспомнить причины разрушения первого и второго храма. Значит, как вы помните, говорят наши мудрецы, что первый храм был разрушен из-за трех грехов еврейского народа. Это прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство. А второй храм был разрушен из-за взаимной ненависти евреев. И интересно отметить, что все эти четыре проблемы имеют корнем город Шхем или место Шхем, как хотите. Прелюбодеяние в еврейском народе первый раз описано прелюбодеяние это изнасилование Дины. Нет, понятно, что Дина сама в этом не виновата, но тем не менее вот здесь это произошло. Убийство. Первый раз мы совершаем массовое убийство чужого племени. Убиты все шхемцы. До сих пор вся биография ну хорошо Авраам воевал с коалицией там четырех царей во времена с Дома и Аморы но это все-таки была война а здесь на войну не очень похоже здесь явно такое убийство причем убийство на первый взгляд даже может быть и кого-то невиновного идолопоклонство значит вспомним что после раздела Израиля на северное и южное царство именно в шхеме сделал свою столицу царь северного царства Яровам и когда пришла пора совершать паломничество в Ярусалимский храм в один из ближайших праздников восхождения Яровам поставил золотых тельцов один из которых стоял в шхеме и сказал что вот бог твой Израиль вот место где тебе надо поклоняться и под страхом смертной казни запретил паломничество в Ярусалим для жителей северного царства дабы не создавать в своем народе некую смуту а кто же царь настоящий а кто царь ненастоящий значит таким образом вот это национальное идолопоклонство оно тоже берет свои корни в шхеме ну и наконец взаимная ненависть история с продажей Йосефа в Египет с продажей его братьями начинается с того что и пошли братья его пасти стадо отца их в шхем то есть вся эта история происходит в долине Датан непосредственно рядом со шхемом то есть вот здесь значит корни вот этих четырех проблем которые в дальнейшем вызовут падение и первого и второго храма и интересно отметить и наши мудрецы прослеживают эту генеалогию вполне точно что совершенно не случайно сказано про шхемского князя как сказано и увидел ее шхем сын хамора хиви носи страны то есть шхем это столица хиви одного из семи кнаонейских племен и амалек по женской линии происходит из хиви то есть амалек происходит в результате двух прелюбодеяний подробности опустим важно что он происходит из хиви поэтому шхем в нашей истории оказывается вот такой ахиллесовой пятой вся земля Израиля это наше наследие вся земля Израиля будет отдана тебе и потомству твоему как обещал Всевышний но вот в этой всей земле Израиля есть разные места есть Бершева есть Хеврон есть Иерушалам есть Беретель есть Шхем и вот Шхем это такое слабое место в Израиле оттуда выйдет амалек оттуда будут проблемы которые приведут в дальнейшем к разрушению с храм поэтому то что делает Авраам и то что делает Яаков это попытка на духовном уровне предотвратить вот эти все проблемы ведь смотрите Авраам спешит именно вместо Шхем и строит там жертвенник Яаков возвращается в Эриц Исраиль интересно отметить он перезимовал в Суккоте а жертвенник он там не строил перезимовал да скот в шалашах семья в доме но жертвенник он там не построил он спешил вместо Шхем и вот когда он пришел целым в Шхем вот там он построил жертвенник как положено купив участок земли за 100 серебра он построил жертвенник именно в Шхеме так вот эта попытка на духовном уровне предотвратить то что тысячелетия и века спустя приведет к нашим национальным проблемам а Шимон и Леви пытаются решить ту же самую задачу на уровне физическом то есть уничтожить всех мужчин Шхема женщин и детей абсорбировать как мы знаем в те времена пройти ги-юр в общем больших проблем не было так сказать жена приходя в дом мужа автоматически принимала его традицию его веру так вот Шимон и Леви пытаются физически уничтожить возможность будущего появления Амалека и проблема состоит в том что это по сути дела попытка наказания до преступления а это противоречит свободе выбора так сказать даже если преступник за секунду перед совершением преступления отказался от его совершения даже если он совершив преступление ну кроме убийства разумеется раскаялся и возместил ущерб и так далее и так далее то тогда он уже не преступник а если мы его наказываем когда до преступления еще века это не очень правильное решение может быть хотя с точки зрения вот как с чего я начал национальной этики это единственный возможный вариант и так сказать в качестве последнего тезиса поясняющего вот эту вот ситуацию попытка Авраама и Якова на духовном уровне и Шимона и Леви на уровне физическом предотвратить появление Амалека значит интересная вещь вместе с Шимоном и Леви пришли еще их братья потом когда мужчины уже были убиты и нужно было пожинать плоды победы нужно было забрать имущество забрать там женщины детей обратить их в рабство и так далее и так далее спросим себя а кто в этом деле не участвовал ответ Беньямин который еще не родился он родится позже по дороге из Шхема к Хеврону и Йосеф который в этот момент весьма мало и даже не способен держать свой меч Беньямин и Йосеф два сына Яакова которые не участвовали в Шхемской истории так вот обратите пожалуйста внимание что все войны с Амалеком описанные в Танахе все эти войны ведут потомки колена Беньямина и колена Йосефа то есть Эфраема и Минаж первая война с Амалеком Машер Абейну посылает Егушуа бен Нуна он из колена Эфраема вторая война с Амалеком руководит Гидон из колена Минаше третья война с Амалеком Эгуд бен Гера из колена Беньямина четвертая война с Амалеком Шаул из колена Беньямина пятая война с Амалеком Это событие Пурима. Мордыхай из колена Беньямина. Можно задать противоречащий вопрос насчет войны с Амалеком, которую ведет царь Давид. А он, естественно, из колена Ягуды. Но в единственном месте во всем Танахе, когда описывается война Давида с Амалеком, перечисляются военачальники, которые были у Давида. А именно, значит, когда пришел он в циклак, примкнули к нему и с коленами наши, а Днах и Йозавад, и Идиаэль, и Михаэль, и Ильяву, начальники тысяч, бывшие у Минаше. И они помогали Давиду против отряда Амалекитян, потому что доблестными были все они, доблестными и начальниками войске. Деврей Аями. То есть и здесь войну с Амалеком в качестве руководителей ведут люди из колена Минаше, что является, может быть, не доказательством, но как бы пояснением к предыдущему тезису, что сначала все братья, кроме Беньямина и Йозефа, а потом только потомки Беньямина и Йозефа. Все. Спасибо за внимание. Готов ответить на какие-то вопросы. Еще раз показываю ту книжку, где вы можете найти гораздо больше интересных вещей. Окей. У меня есть небольшое замечание, но предварительно я бы хотел спросить у народа. Народ, что ты хочешь сказать, добавить? Пока народ думает, я бы от себя сказал такую штуку. Все-таки у меня такое впечатление складывается, что все-таки, несмотря на изложенную систему борьбы с терроризмом и Арика Шарона и прочего, все-таки такое ощущение, что вот это вот то, что сделали Шимон и Леви, это было даже не только в наших глазах, а в глазах как бы их современников и их отца, это было что-то, что не укладывается в рамки как бы нормативного поведения. Вспомню благословление, которое дает Яков сыновьям перед смертью, явно говорит, Шимон и Леви, вы такие-то, такие-то, вы опротивили мой дух в глазах там народу в страны, не помню точно, но близко к тексту. То есть это как бы воспринимается как какое-то ненормальное явление. Я, честно говоря, слышал, не помню где, читал такую штуку, но это тоже на каком-то уровне борьбы как бы с терроризмом, скажем, да. Да, была идея такая, что семья Якова чувствовала себя пришельцами, чувствовали себя как бы новенькими чужаками вот в местном ареале. Поэтому, грубо говоря, когда на них был сделан наезд, который, по-видимому, был совершенно не как бы приемлем для других, то есть по отношению к другим себя бы так не повели. А по отношению к тем, кто пришел, да, они были не свои. И поэтому с Диной так поступили. И поэтому они должны были поступить на уровень как бы выше, подняв планками, потому что показать, что с нами так не поступать. Но, по-моему, Яков все равно, он как бы, он истоек, он как бы... Да, можно отвечу? Да, пожалуйста. Значит, смотрите. Действительно, и сказал Яков Шимону и Леви, погубили вы меня, сделав зловонным для жителя страны. Да. Так на они и для президента. Да, 30-й посуд. Но, во-первых, последнее слово в этом споре остается за мальчиками. И говорили, а как проститутку сделают сестру нашу. Типа, что за дела вообще? Яков смолчал. Яков смолчал. Последнее слово за мальчиками. Но критерий истины, это, разумеется, отношение Всевышнего к данной ситуации. А что нам показывает Всевышний? Значит, когда и встанем, и поднимемся в Бейтель, и сделаю там жертвенник для Эль, когда семья Якова уходит от Шхема, и двинулись, и был ужас Элогим на городах, которые вокруг них, и не преследовали за сыновьями Якова. То есть, эта небольшая семья поставила себя так, что, как в той старой сталинской песне, нас не трогай, и мы не тронем, а как тронешь, спуску не дадим. То есть, вот это самое главное, чего достигли сыновья Якова. Именно как Бней Исраэль. А Яков остается в парадигме семейной личности. Окей. Но поведение все-таки малоприятное. Вот Гриша тут пишет. Нет, ну понятно. С террористами, это тоже все-таки сравнивать их с террористами, даже на том уровне, на котором мы понимаем с террористами. Террористы, Гриша пишет, выдвигают требования, шхемцы не выдвигают никаких требований. Грубо говоря, это сомнительная история. Ну, грубо говоря. В общем, на самом деле, если бы в ответ на огненные шары и ракеты из газа, мы бы устроили ковровую бомбардировку там половины газа, то это был бы адекватный ответ соответствующей Торе. Смотри, это у нас уходит в другую сторону. Я слышал такие вещи, но мой ответ обычно такой. Да, если бы Израиль это сделал, он бы это сделал. Тогда бы он превратился, например, в какие-то другие известные нам страны с ковровыми бомбардировками. Перестал бы быть Израилем. Поэтому как бы... Правда. Мы хотим быть в Израиле, а не в стране, которая убивает мирное население ковровыми дорогами. Да, поэтому мы живем так, как живем. Хорошо. Беседер Гамур, хорошо. Мы просто... Можно еще? Да, мы тебя слушаем. Меня что-то смутило возраст Шимона и Леви. У меня такое впечатление было, что Дина их младше. Смотри, когда семья Якова пришла к нам, они ушли из Харана, когда Юсефу было сколько там? Семь лет, правильно? Да. А старшему ребенку было 14. Правильно, но Дина, по-моему, младше Юсефа. Ну, Беседер. Девочка в 9 лет была, значит, согласно Раше, Ривке было 3 года, когда она вышла замуж за Ицхака. Другое дело, что она просто жила в его доме, а к рождению... Ну, нет, извини, мы этому верить не можем. Ривка с Хама слезла с верблюда, когда она увидела Ицхака. Да. Не надо раз... Ребенок так не может сделать. Это и 20-летие ребенок не сможет сам слезть с верблюда. Он бы сам не мог слезть. Да, поэтому там написано на флаг, кстати. Ну, неважно. Так, если Юсефу 9 лет, его старшим братьям там 16-17... Самому старшему 16, плюс 7. Нет, Юсеф, когда выходит из Харана, ему 7 лет. Мудрецы говорят, что Псекот Яков прожил полтора года. Хорошо. Они говорят, ну, хорошо, значит, ему там 8-9 лет. Значит, старшему Рио Вену должно быть 16. Он на 7 лет старше Рио Вену. Нет, 16 лет, извините, Александру Македонскому 18 лет стал царем. Да, да, да. Так что... Гайдар в это время полком командовал. А Шимону и Ливи было, соответственно, 12-13. Тогда получится, что денег намного меньше. Значит, дело в том, что совершенно четкий прагматический момент есть в том, как поступили Шимон и Ливи, и он применялся в древности. Дело в том, что если бы они не поступили так, как они поступили, они хоть бы каких-то мужчин оставили в живых, это значит, что последовало бы месть. Значит, для того, чтобы исключить возможность мщения, а другого выхода не было, потому что этот Хамор был царским сыном. Вот. И ясно, что, значит, просто так бы этого не осталось, да? Значит, пришлось поступить именно таким образом, чтобы исключить возможность мести. То есть в древние времена, когда была смена власти, или когда были какие-то враги, приходилось вот так вот поступать. Значит, и мы это видим даже, когда, значит, по-моему, Давид перед смертью, когда он, значит, объясняет, значит, Шлома, как надо себя вести, и он, он говорит, ты же мудрый человек, ты знаешь, как надо поступать, да? Когда он говорит, как надо поступать. Не дай его сединам сойти в могилу. Да, то есть врагов всех уничтожают, просто чтобы не было мести. Вот это одна из причин, почему это нам кажется очень жестоким все, но здесь есть четкая прагматика. Другого выхода просто не было. Ну, Юра тоже про это говорил, да, Эмиль, правильно. Какая новая идея? Ну, мы поняли, да, что так все вели в той ситуации, окей? Да, да, ну, то есть здесь дело не только, вы говорите, проблемы как бы моральные, да, то есть они, другая мораль была, короче. Окей, да, да, это была такая тема была. Я понял. Господа, если можно, да, мы можем закруглить тему с Диной, я беспокоюсь за себя. Есть еще одно выступление. Мы можем перейти к следующему докладчику? Да. Окей. Конечно. Сейчас, секундочку. А ты можешь кончить share screen? Так, а что я должен? А, вот, остановить демонстрацию, да. Окей. Окей, тогда мы плавно переходим к нашему последней теме. Вот, я решил вот показать, вы видите, да, это даже как бы не нормальный текст, а это такой конспект. Но, мне кажется, таки правильно, чтобы он был перед глазами. Хорошо? Значит, я иду по Ханан Парату. Да, вот, Ханан Парат. Показали книжки. Вот такая замечательная у него. Четыре книги, пятую не успели сделать, он, к сожалению, скончался от страшной болезни. У него был жуткий рак совершенно. Ушел безвременно, как это говорится по-русски. У него сегодня замечательный комментарий, он мне очень нравится. Вот, в каком-то смысле это то, что принято называть Тора Эра Цисраэль. То есть, это такой сплав классических комментариев, рассмотров, которые, в конце концов, приводят к нас, к некоторым жизненным позициям, к мировоззрениям, и как бы помогает нам посмотреть на то, как, в общем, нам правильно продвигаться сегодня. Окей, итак, что разбирается? Разбирается интересный очень момент. Разбирается встреча Якова с Исам. Значит, заголовок такой. Я, во-первых, очень прошу, пожалуйста, если кто-то хочет высказать, перерывать и все прочее, мне кажется, это правильное дело, чтобы не было очень долгого какого-то там выступления докладчика, пожалуйста, перерывайте, мы можем отвлечься и как бы обсудить, если есть какие-то вопросы прямо по ходу дела. Кроме того, я заранее приношу извинения, если кого-то это как-то будет мешать. Я буду вставлять ивритские слова, объяснять их, конечно, и дальше. Мне кажется, правильно, чтобы они были на слуху и так дальше. Значит, вот название этой статьи у него очень интересное. Называется такое «Тфила Дорон у Милхама». «Тфила» – молитва мы знаем, да? «Дорон» – в скобках говорю очень близко по слуху. По слуху и, мне кажется, по значению практически ложится то, что по-русски называется «дар». Именно не «матана» – подарок, а именно вот «дар». Не «подарок», а «дар». Вот «дарон» – это «дар». И война Милхама. Дальше вопрос. Что предшествовало чему? И это мы можем сейчас… Мы посмотрим сейчас как бы по комментариям, с одной стороны. А с другой стороны из этого как бы вырисовывается некоторая картина, некоторая жизненная позиция, которая показывает очень такой, я не знаю, важный, существенный для каждого человека, скажем, религиозного, верующего, скажите как угодно, а именно насколько вот это вот соединение, которое может показаться механическим, да, с одной стороны как бы полагаться на Бога, а с другой стороны делать какие-то реальные вещи, да, на Бога надеясь сам не плашая, вот такие как бы известные поговорки, насколько все-таки это можно сложить в какой-то некоторой такой мозаику, в некоторый общий кубик, который является целостным сплавом, да. Итак, теперь просто сначала я просто на одной ноге хочу пройти, вот так более-менее конспектно искать, прежде чем начать разбирать саму статью Ханан Парата. Просто на одной ноге то, что мне пришло в голову, да. Да, смотрите, есть такое известное очень выражение, да, которое сказано «Масавот Симан Лебаним» – «деяние отцов – знак для потомков». И это означает, что, в общем, деяния про отцов Авраама, Исхак и Якова, они прослеживаются в нашей каждодневной жизни, в нашей реальной ситуации. И более того, правильно смотреть, изучать и понимать, как они себя вели, для того, чтобы как бы нам тоже выстроить свои позиции. Окей? Значит, вот дальше я написал некоторые просто такие пункты, которые мне показались важными. Вот интересно посмотреть, да, Авраам, Исхак и Яков. Вот это вот три про отца, вот эта комбинатурика, она как бы все время повторяется. Причем понятно, что каждый из них – это разный вклад. Мне нравится, например, вот в предыдущих статьях она на парад приводил вот такое символическое, ну, символическое концептуальное изображение, что Авраам – это Акидат Исхак, это вершина, это некоторая верхняя точка. Я написал «вершина жертва». Исхак – это спускание вниз, это поле, молитва. Молитва – еще как бы возделываемое поле, возделываемое поле с одной стороны, а с другой стороны – духовное поле. Да? А с другой стороны – Яков – это дом, фундамент нации. Теперь дальше. Если мы посмотрим вот все, что будет дальше про Якова, мне показалось, мне показалось, у меня такое ощущение, да, что именно рассматривая жизнеописание Якова, а в данном случае то, что мы будем посмотреть, например, его встреча с Исавом, да, на мой взгляд, Яков, который вот он – Яков, и он – Ешурун, то есть с одной стороны – Яков от слова, ну, если не обманщик, то, во всяком случае, человек, который пытается какими-то способами, не прямыми ходами, да, а с другой стороны – Ешурун, а слово «Яшар». Это просто прямой, как, не знаю, столбовая дорога. С одной стороны – Яков, с другой стороны – Ешурун, а еще с третьей стороны – Исраиль, да? И вот это вот сочетание земного, божественного в жизни Якова, оно из всех праотцов, мне кажется, является как бы для нас, ну, для нас, для меня, я не знаю, наиболее близким, наиболее захватывающим. Передальше. Смотрите, интересно. Просто то, что на ум приходит, да, молитве Шмун Айсре, да, 18 благословений, которые евреи читают, и которые по существу называются молитвой, она начинается с того, что человек, обращаясь к Всевышнему, он как бы себя обозначает. От кого я прихожу? Он говорит, Элуэй Авраам, Элуэй Цхак, Элуэй Яков. Перечисляет. Он говорит, я не безродный, я пришел от них. Окей? Интересно, что Яков, когда он обращается к Всевышнему с просьбой спасти его от Исаава, он тоже говорит, Элуэй Авраам, Элуэй Цхак. Вот эта вот привязка, она очень интересна, да? Но, с одной стороны, или смотрите, интересно, с одной стороны, Бог Якова, а с другой стороны, вот это вот переплетение, да, то, что уже Юра говорил, Линец, с другой стороны, Бне Исраэль, а народ называется Бне Исраэль, а община Израэль называется Кнезет Исраэль. А вот то, что говорили, да, даже, по-моему, сегодня посуд применяли, да, Бет Яков, Леху вен-элеха. Это название, дом Яков, вставайте и пойдемте, да? Это название, как по-русски называется, палестенофилской организации, провозвестники сионизма, которые назывались, Билу, да? И вот это вот переплетение, переплетение, на мой взгляд, это вот некоторое введение мого к тому, чем будем заниматься. Теперь дальше. Теперь переходим непосредственно к обсуждению нашей истории. Вот есть такое мнение, что у Якова, у него был обсессивный, специально посмотрел, как это по-русски правильно пишется, да, обсессивный страх Якова перед Исаумом. И вот сейчас мы рассматриваем, да, Якова с точки зрения чисто человеческой ипостаси. Казалось бы, да, прошло 20 лет. Посмотрите, Яков совершенно в другом статусе, чем у него была последняя разборка, как бы, ну и вообще разборка с его братом Исаумом. Он там был никто. Был никто. Как он говорит, сейчас обращаясь к Всевышнему, и благодаря его за то, что он ему сделал, и подчеркивать, говорит, что я вот с посохом перешел Иордан и все, а сейчас у него, да, он может делиться на два стана, у него, как он говорит, и у него и ослы, и стада, и жены, и слуги, и служанки, и дети. Просто огромное количество. Но что у него осталось неизменным? У него остался неизменным страх перед Исаумом. Да, про себя он говорит. Статус. То есть у него стадо, и у него ослы, и слуги, и служанки, но что неизменился, неизменился страх. И дальше. Он дальше просит Всевышнего. Посох 12 говорит, спаси же меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо страшусь я его, как бы он ни пришел и ни разбил, мать с сыновьями. Теперь дальше. Смотрите. Понятно, что есть много комментариев, которые как бы пытаются обойти вот эту человеческую сторону состояния Якова, да, и говоришь, на самом деле он не боялся Исаава, он боялся, что ему не хватит заслуг, и все. Я не хочу идти в эту сторону. Меня больше привлекает, да, вот именно сейчас вот эта вот жизненная ситуация. Жизненная ситуация, страх, который заставляет Якова действовать, да? Окей. Теперь дальше. Есть мнение. Теперь дальше. Мудрецы разделились. Как это часто бывает. Мудрецы разделились, потому что ситуация непонятная, да? Значит, есть брешит раба, мидраж, в котором приводится критика Якова. Там приводится очень интересное выражение, да? Ребята, звучит так. Макзик бы узнай келеф овер. То есть, хватающий за ухо пробегающую собаку. А идея какая? Макзик келеф овер, метавер, альриф ло ло. Очень часто эти фразы, они вообще звучат, как такие рифмованные стихотворения. Значит, подстрочный перевод очень близкий, он такой. Тот, кто хватает ухо пробегающей собаки, он ввязывается. Вот метареф, мне кажется, он ввязывается. Он ввязывается куда? Альриф ло, альриф ло ло. В ссору, которая не его. То есть, грубо говоря, не надо было ввязываться в это, не надо было давать поводу Исаву. Брешит Раба говорит, критика действий Якова, его самоуничижение, когда он называет себя «я твой раб» и так дальше. И тем, что он назвал «я свой раб» до Авдыха, вот Авдыха – это «я твой раб». Он навел на себя критику. И дальше. Ханан Парад приводит Рамбана, который тоже приводит с этой линии. И он приводит пример из эпохи Хахшманаим, тоже только пунктирно отображаю. Кто хочет, можно посмотреть в Википедии, либо просто в гугле посмотреть. История о том, как два брата, это на полях уже, в конце царства Хахшманаим, кстати, про нашу хананку, один, Гурканас, сражался против другого брата, Арестоболоса, за власть. И один из них, Гурканас, Гурканас позвал римского, не помню точно его статус, какой он был, он был полководец, либо это кто-то больше. Неважно, можете посмотреть Помпеуса. И кончилось это тем, что он дал ему завоевать Иерусалим. И это было начало конца царства Хахшманаим. И это как бы идея такая же. Идея такая же, что хватают за ухо собаку, то есть приводят кого-то другого, сами ввязываются во что-то, во что было не ввязываться, и тогда получается другая штука. Да, но в том же Бриши-Тараба приводится другой момент, который может объяснить Якова, его действия с другой стороны. Там приводится такая ситуация, которая описывается в Талмуде, что Раф-Иуда-Насим в письме Антунионису называет себя Авдыха. На что его секретарь ему говорит, ну как-то нехорошо так говорить, какой же ты Авдыха. Мы как бы слуги Всевышнего, а ты называешь Авдыха. А он им отвечает, а чем я лучше, чем Саба Яков? Чем я лучше, чем праотец Яков? Если он мог себя так называть, так почему бы мне себя так не называть? И возникает как бы непонятно. Как разрешить это противоречие? И дальше он задает вопрос, а как вообще правильно вести вот такие государственные либо политические переговоры? Вот профессор Нихам Малявович в своей книге спрашивает, и что скажет на этот спор мудрецов наше поколение? Почему наше поколение? Ну потому что как бы во всех поколениях и все люди, и в частности евреи, может быть еще и в большей степени, все время находятся, находились, мой взгляд, молодым наковальны, где с одной стороны те, которые себя чувствуют сынами Всевышнего, Бне Исраиль 5-й и 10-й, и тем не менее все время вынуждены как-то выживать, выживать среди каких-то гигантов. Точно так же не можете посмотреть на современный Израиль. Маленькая страна, посмотрите на карте, как правильно вести политические переговоры, чтобы с одной стороны оставаться как бы слугами Всевышнего, а с другой стороны, с другой стороны, да, правильно вести как бы переговоры. Так? Итак, есть, вот дальше Ханан Парад говорит, ну вообще можно привести некоторую попытку применения двух позиций. А можно так сказать. А что правильно? Когда говорили не хватай собаку за ухо, имели в виду изначально не хватай за ухо. То есть, грубо говоря, ты не находишься ни в какой сложной ситуации. Ты просто, если брать ситуацию с собакой, ты просто идешь по улице, ни о чем себе таком не думал, бежит собака, либо там ссора чья-то, и вот ты туда ввязался. Никто тебя не просил. Ты вполне мог бы не влезать. Тогда это неправильно делать. Но, когда ты находишься в процессе самих переговоров, то есть, грубо говоря, когда сама ситуация, она тебе уже навязана, да, и она стала, стала частью твоей ситуации, да, тогда позволительно тогда позволительно вести себя таким образом, принижая себя, да, или там расшаркиваясь перед, как-то, я не знаю, перед тем, кто перед тобой сильный. Например, Мишлей сказано, и мягкий язык переломит кость. Да, вот, пожалуйста, на эту ситуацию. И дальше он говорит, что ситуация Якова отличается от ситуации эпоха Шманаим. Почему? Потому что они могли бы и не звать. Ну, например, Яков, он считает, справедливо считает, что встреча с СССР неизбежна. Это не тот случай, когда не хватай пробегающую собаку, а что он реально что-то должен делать. Теперь дальше. Спускаемся, как бы, вот, в самый центр того, что мы хотели обсуждать. Он принимает три реальные действия, которые описываются. Мы сейчас посмотрим по Пасуким. Одно написано, он приготовился. К чему он приготовился? Называется ле-дорон. Приготовился давать подарки, дар. Он приготовился ле-дфила. Он приготовился молиться. И он приготовился ле-мил-хама. Теперь дальше. Как это видно из Пасуким. Даю сразу русские переводы. Ле-дорон сказано и прошел дар пред его лицом. Дар там слово дарон. Дальше. Ле-дфила просит Всевышнего. Бог моего отца Авраама и Бог моего отца Ицхака. Дальше. А где же мил-хама? А вот мил-хама из того, что Яков говорит, когда он делит весь лагерь на два стана и говорит, то будет оставшийся стан спасен. Каким образом он будет спасен? Там написано Баалькорхо. Значит, Баалькорхо. То есть, он вынужден будет что-то сделать, чтобы он был спасен. То есть, это означает, он тем самым говорит, я буду сражаться, спасая его. Окей. Вот это три вещи, которые мы будем обсуждать. Теперь дальше. Нам очень важно понять, какой правильный порядок. Потому что, исходя из того, что мы рассмотрим, какой порядок является правильным, мы из этого можем как бы понять, какое правильное поведение человека. В какой степени он должен полагаться на Бога. В какой степени он должен задаривать того, перед кем, кто является его противником или представляет опасность. И в какой степени он должен готовиться к вести военные действия. Итак, смотрите. Если мы смотрим по порядку изначений, по порядку, как это говорит Раша, цитируя Брешетрава, он говорит, сначала Тфила, потом Дарон, потом Дарон. Да? А, секундочку, есть еще в той же Брешетраве Ханан Парад приводит, есть еще один мидраж, называется Танхума Яшан. Вот там, там порядок другой. А именно, сначала Тфила, потом Дарон. А Раша говорит наоборот, сначала Дарон, потом Тфила. И дальше, что дает Раше основание поменять порядок? Да? Ну, тут такой некий технический отбив. Почему? Потому что сказано уже в начале раздела, раздела Якова Миссаво. И стало мне достоянием волы-осел, мелкий скот и раб и рабыня. и я послал сообщить моему господину обрести милость в глазах твоих. И это можно понять, что это начало вот этого Дарона. Поэтому он сначала как бы упоминает о возможности как бы подарков, что он такой богатый, у него не проблема как бы принести подарки и все прочее, что он вначале уже упоминает про Дарон. Поэтому Дарон потом Тфила, потом Милхаман. Да? Но интересно, тем не менее, Ханан Парад он как бы метакэш, упирается. Но если уж разбираться в порядке изложения, то почему Медраж расставляет сначала Тфила, а потом Милхаман, а не в порядке изложения? Дарон, Милхаман, Тфила. То есть подарок, война, молитва. Почему сначала молитва, а потом Милхаман? Смотрите, вот дальше разбирается очень интересное место. Я уже упоминал эту фразу, такую расхожую фразу, как говорят, правильно, на Бога надейся, но сам не полошай. Вот как бы в еврейском изложении или там в еврейском изложении есть очень большой мусак, есть очень большое понятие, и оно в Кабале тоже есть это понятие, которое называется Иштадлут. Иштадлут, ну, так если по-простому переводить, это что-то типа старания. Когда человек на современном мире говорится они Миштадель. Когда ты пойдешь туда-то, человек говорит они Миштадель. То есть ты говоришь ни да, ни нет, а ты говоришь я постараюсь. Это бедеюк, то, что по-русски говорится я постараюсь. С другой стороны, например, на иностранном языке то, что говорится лобби, лоббирование по-русски, да, вот это бедеюк, то, что в современном мире говорится шталданут. Иждула. Ждула это лобби. Вот те, кто хотят проталкивать там в КНЕСТ какие-то законы, смыслом. Иштадлут это старание. Старание, в данном случае, старание делания каких-то реальных вещей. Вот как связаны этот Иштадлут и Тфила? Да возникает вообще общий вопрос. И наверняка каждый из вас ему приходила в голову уже эта мысль, да, а зачем вообще нужен дарон, дар, и зачем вообще нужна Милхама? Когда человек обращается молитвой к Всевышнему, Всевышний владелец всех душ. То есть, грубо говоря, если ты действительно веришь, что Всевышний, он владелец всех душ, УКОНЕ обладатель ШАМАИМ ВЕАРАЦ Земли и Неба, то есть, он главный режиссер, он владелец всего, какой смысл заниматься какими-то мелкими вещами? Теперь дальше. В скобках я вот здесь написал, да, написал. Смотрите, эта тема, несмотря на то, что она звучит как бы достаточно банально, если так можно сказать, она как бы все время проходит этой линией. Например, да, во время войны в Персидском заливе, да, когда ракеты стреляли, вот на, у многих религиозных висел такой наклейка, стихер, было написано, Таилим, найдет Таилим, так звучит хорошо, Таилим это псалмы, псалмы против ракет. Но в этом есть еще какая-то такая штука, типа того, что вот ваши эти железные куполаки, патабарзель, это все ерунда. Вот Таилим это да. Тогда же, кстати, была целая история, да, да, с одной стороны, по-моему, даже чуть-то не на уровне вообще какого-то закона, который был предложен в Кнессете, о том, что обязаны сделать специальные противогазы, да, для, в скобках все это говорю, противогазы для обладателей бород. Ну, обладателей бород, это в основном, как бы, религиозные люди, но уж тем более, как бы, харидимные, обычная, как бы, вещь, это борода. То есть человек, с одной стороны, если ты полагаешься на Таилим, ну, что тебе так особенно противогаз, ну, как бы, не надо читать Таилим, как бы, и все, да, окей, идем дальше. То есть, как бы, ну, вот этот зазор, он у всех. Может вставать на одну сторону, может сдавать на другую сторону, да, а может сказать по-русски, так по-простому, на Бога надейся, сам не плашай, ну, вроде как, все, и это делай, и то делай. Ну, хорошо, а что тут, а что новое-то мы можем выучить? Дальше. Я иду вслед за Ханан Паратом. Он говорит, ну, так практики, циники скажут, конечно, нельзя полагаться на молитву, ведь Яков и сам делит лагерь на два стана. То есть, как бы, Яков нам сам говорит, что он сто процентов не полагается, что он делает какие-то реальные вещи, а зачем? А вот дальше идет некоторая потрясающая вещь, совершенно потрясающая вещь. Для меня это было просто, как бы, откровением, вот, которое, на мой взгляд, очень здорово снимает, снимает остроту, вот это противоречие, то, что мы говорим. Он приводит комментарии. Раф Ицхак Араме. У него известный комментарий Акидат Ицхак, да? А дальше он в моем русском переводе звучит так. Отсутствие стараний и действий само по себе является грехом. Представляете, какая потрясающая штука. То есть, это не означает, не означает, да, что на Бога наде сам не плашает. То есть, это не означает, что нехорошо плашать, пролетишь. А это означает, что с точки зрения религиозной нельзя плашать, что это является грехом. И что он приводит в доказательство. А как сказано? Сказано, благословит тебя Господь во всех деяниях твоих. Из чего он делает? Простой вывод. То есть, если у человека есть деяние, то есть браха. А если нет деяния, то нет брахи. Вот такая потрясающая штука. Дальше я, я, вот здесь просто еще в скобочках написал. Мне тоже, мне показалось, что это как-то звучит. Да? Вот идея, надо работать, не надо работать, сколько надо учиться, сколько надо времени посвящать учению Торы, и может быть, вообще как бы земная жизнь и работать, может, вообще это не надо. Может быть, самое главное, как бы просто стараться, как можно заниматься Торой, а все остальное, это вообще как бы несущественно. Да? Ну, мы же говорим, шесть дней работы, а в день седьмой отдыхай. Зачем тогда подчеркивать на шесть дней работать? Ну, это совершенно не важно. Важно, чтобы суббота была. А зачем работать? Ну, это я, это моя отсебятина. А вот эта вот штука, что если у тебя нет дьяни, то у тебя нет брахи, это потрясающе. А дальше, дальше, тот же вот Ицхак Арама приводит шина потрясающую вещь. Вот я спрашиваю присутствующих для того, чтобы как-то мой монолог как бы разбавить. Да? Вот те из нас, которые молятся, а после молитвы есть такая потрясающая штука, заключение тех дней, когда есть праздники, выдвленные дни, субботы, естественно, да, нафилотопаем. А вот кто мне может сказать, что такое нафилотопаем? Алло? Падение на лицо. Да, падение на лицо. Что означает падение на лицо? Грубо говоря, грубо говоря, после всех прось, 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 которые просит человек, да, это последний отчаянный крик. Помоги. И что там приводится? А приводится потрясающая вещь. Смотрите, наверняка вы знаете историю, да, историю с Давидом. Давид попал в очень неприятную ситуацию, еще хуже, чем Яков и Исала, с Адвимелохом, да, и для того, чтобы себя спасти, он притворился безумным, да, изменил свое поведение, притворился безумным и был изгнан и ушел. Более того, да, там он притворился сумасшедшим, брызгая слюной, на бороду. И это описывается в 34-м псалме, да, написано в псалом Давида, когда он изменил свое поведение, притворился безумным, перед Эвимелохом и был изгнан. Это, да, в первом стихе, а что написано в пятом, в том самом псалме, вопросил я Господа, и он ответил мне, и от всех ужасов моих спас меня. Сдается вопрос, как спас? Тем, что Давид придуривался, да, притворялся сумасшедшим, плевал слюной на бороду, а в чем тогда было спасение Всевышнего? Это было как бы, это, вот как это сопоставить? А ответ, который дает Исхак Арамы, он такой, что Давид получил спасение именно потому, что он сделал Иштадут. Если бы он не делал Иштадут, то спасения бы не было. Так вот, в этом отношении, в этом отношении, да, Яков идет точно таким же путем. То есть, он выпрошает в молитве, когда он уже хорошенько подготовился и Дароном, и Даром, и Милхамой. И при этом, по-видимому, внутренне-внутренне считает, верит, понимает, что если он не будет делать Иштадута, Дарон, Дар, и Милхаму, то тогда его молитва, она будет бессмысленна. Не просто не будет неэффективна, она будет бессмысленна. Теперь дальше. Вот все это Ханан Парад заканчивает очень такой вот современной, актуальной, классной штукой. Да? Во-первых, сначала говорит. В духе, да. Ну, хорошо, перескочим себя назад. Вот то, что здесь написано, я не знаю, известно вам это имя или нет, к сожалению, оно не имеет должного упоминания в современном Израиле. Потрясающий поэт Уриц Вигринберг, который, правда, был удостоен как бы национальной, ну, не знаю, так сказать, премии Израиля, да, но при этом, поскольку он был, я не хочу сказать, суперправый, это очень мелко, но он был супернациональный, он был супернациональный, он был весь пронизан как бы горечью и болью, и он был, его взгляды, его стихи совершенно неприемлемы для, для, как бы, лево-либерального лагеря. Да? У него есть потрясающая фраза, когда он говорит, хаяль иуди, вот я там написал, хаяль иуди, митпалель бэро вэ, а вот кто мне может сказать, правда, я жирным это выделил, а в чем на мой взгляд в одной букве здесь выражена вот все, вся квинтэссенция того, о чем мы здесь говорим? Это вопрос. Что такое руве? Руве – это ружье. Вот написано хаяль, подчеркиваю, иуди, еврейские, митпалель, молятся, а вот дальше, но я вам же как бы спойлер, да, я вам говорю, написано бэро вэ. Вот мне кажется, что я понял ханан парад, и мне кажется, что я понял улицы и Гринберга. Почему? Потому что по простому смыслу на бога надейся, сам не плашай, тут должно было бы стоять им руве. Молись с ружьем. То есть, грубо говоря, молись... Бэро вэ. Это как в бэро вэ. Это ради ружья. Да, это не ради ружья, а ружьем. Бэро вэ – это ружьем. Нет. Если бэро вэ, как бэрешит, то ради ружья, молись и львы, если солдат. Это и так, и так. Бэрешит тоже. Бэрешит тоже. Есть идея такая, что бэрешит ради решита. Ради решита ради... Да, да, да. Бэр о бэ. Точно так же, кстати, опять же, близко к нашим сюжетам, да, Яков Ават бэрахель. Бэрахель, да. За ружье бэр о вэ. Так вот, интересно, мне кажется, что я понял эту нитку. Какая идея? Идея заключается в том, что как Яков, он этим Дароном и Милхамой, да, он их превратил в тфилу. И вот фила стала существенная. Точно так же, да, ну, там картинка приводится, я не стал ее приводить, поскольку, ну, как бы уж слишком так, как бы на одну тему, и, ну, не банально, хотя это совсем не банально, когда стоит региозный солдат, у него, как бы, так называемое ружье-автомат, и он около корня, да, у стены плача, да. Но вот эта идея Бэр о вэ, Бэр о вэ, что он молится ружьем, в том смысле, что сражаясь этим ружьем, это часть его молитвы, да. То есть идея такая, что противоречие снимается, когда меч и ружье, это написано, сай вэровэ, превращаются в ташмишейк душа. Теперь дальше. Это, смотрите, меня всегда поражало, насколько в иврите, и это тоже тема, вот, Якова Исраиль, насколько в иврите, и в современном иврите тоже. Практически, ну вот, нету, вот этого водораздела между будничным, секулярным, и между святым, да. Что такое ташмишей? Ташмишейк душа, по-русски, вот то, что здесь написано, то есть, как бы стандартный перевод, как бы стандартный, канцелярский, он ужасный. Это называется предметой культа. Передача. Если вы посмотрите слово ташмишей, ташмише слово лычтамеш, лычтамеш это использование. То есть, это, это, это то, то, что используют для святости. Теперь дальше. Если уж совсем я, да, в скобках говорю, смотрите, меня всегда поражало, особенно, когда, как бы, мы были в качестве новых репатриантов, да, вот эти перебилы. Смотрите, скажите мне, как можно по-русски сказать, да? Вот, в Министерстве, религии, есть отделение, которое называется Шерутей Дат. Шерутей Дат, грубо говоря, духовный сервис. То есть, грубо говоря, это предоставление, как бы, услуг, сервисов для религиозной части населения. А вот теперь, Ла Авдель, Альфе Авдалот, как бы, разделяет, тысячами разделения, но тем не менее, а как, наверное, называется туалет, слиха, слиха, как называется туалет, Шерутим. А как же такое может быть? Вы представляете, как на русском языке сказано, с одной стороны, туалет, а с другой стороны, духовные услуги. Но это невозможно сказать. Кстати говоря, одно из, называется, лошон на кия, эмфемизм, да, когда хотят какое-то действие, которое, ну, так обычно не говорят, например, сексуальную связь между супругами, да, или интимную связь, да, когда хотят сказать, ну, таким скрытым языком, эмфемизм, да, говорят, это же мишей мета. Мета – это кровать, да. Так вот, насколько, как и в простом еврите, это неразделимо, точно так же и здесь. И, как бы, я заканчиваю тем, что говорю, тоже очень хорошо пишет Ханан Парад, в духе молитвы Ямим Нараим. Ямим Нараим – это, что по-русски переводится «Дни трепета», «Десять дней перед Йом-Кипуром», между Рошана и Йом-Кипуром, да. Фраза. «А я на Мацлех-Дарки, ашерани-Олех, и, пожалуйста, способствуй мне в моей дороге, по которой я иду». То есть, опять, это такая же идея. То есть, человек идет, человек должен идти по дороге, тогда он может просить от Всевышнего, да, чтобы он помогал ему в этой дороге, что если ты по ней не идешь, тогда не о чем и говорить. Ну, вот как бы, вот, теперь я могу сделать стоп-шер, вот это более-менее на одной ноге, то, что я хотел сказать, да. Ну, да, вот Таня, вы видите, в чате пишет, помогают тому, кто сам себе помогает, а не ждет только помощи от других. Ну, да, ну, смотри, это опять, это пшит, это понятно, это то же самое, что на Бога надейся, сам не плашай. Но, мне кажется, главная тема Ханан Парата, который шел за Исхаком Араме, комментарий Акидат Исхак, что само бездействие, оно является, как бы, преступным действием с точки зрения религии. Оно само бездействие. Написано, ну, Шламу тоже говорит, на всех путях познавайте его, то есть это действие должно быть, мы должны стараться и надеяться, и повать, соединить такие вещи. А что ты понимаешь, как молиться ружьем или ради ружья, что ты имеешь в виду в этом? Я имею в виду, ну, так есть совсем просто по-марксистски сказать, да, что если солдат, в данном случае, я говорю, в русском языке, который близок нам, мне, да, еврейский солдат, который сражается за свою, который сражается за свою родину, который ведет справедливую войну, который сражается, ведет войны Всевышнего, поднимается так дальше, который сражается за Иерусалим, за храм, за народы мира, да, он этим ружьем, он этим ружьем, он его освящает. Это часть его молитвы. Поэтому написано Бэруве, а не Имруве. Здесь ты имеешь в виду, чтобы это ружье, оно было, ну, правильно и использовано, правильно, и, может быть, вообще не пришлось его использовать, ну, в этом плане тоже. Ну, да. Ружье, может быть, и слово. Будем надеяться, что это не милитаристское обожествление войны, потому что, если вместо евреев поставить русских, посмотрите на смысл этого же высказывания. Это вся жизнь русских, вот, посмотрите, в ружье, или в ядерной бомбе. Смотрите, окей, надо различать. Ружье может быть такое, может быть такое. Смотрите, я сейчас, ну, как бы мы можем, как бы я с удовольствием продолжу этот разговор. Вот только что кончилась серия, да, про войну Йом-Кипура. Были некоторые вещи, которые, тем не менее, вот нас, людей, нас, людей, да, я могу сказать про себя тоже, нас, людей, которые выросли, да, вот, на Великой Отечественной войне, и как бы так дальше, да. Война Йом-Кипура была 19 дней. Как вы знаете, да, Вторая мировая, Великая Отечественная война, да, как минимум, 1941-1945 год. Неизмеримо. Но, с другой стороны, когда здесь обращаются к солдатам, в глазах которых все, все кончается, все прорвано, самое главное, так, я Валеру только выключу, самое главное, он говорит, мой кибус находится на расстоянии 12 километров. Если сейчас сирийцы прорвутся, у них прямая дорога на Иерусалим для ваших семей, для ваших жен. Вот это называется, это называется БРУВ, поэтому, как бы, ну, вот эта вот разница. Ну, у вас защитная война, правильно? Да, да. Мне кажется, я не понял слегка, можно еще раз? Я извиняюсь, но это выражение, что защитная в Израиле, а где она незащитная? Это просто соединение вот иудизма, и обожествления войны, оно немного опасное, по-моему. Это же можно и в любую сторону направить. А что значит обожествление? Разве кто-то обожествляет? Это вообще, как бы, не относится к еврейскому мировоззрению, обожествлять? Нет, нет, это, смотрите, Виктория, я, как бы, по-прямому можно сделать такой мостик и сказать, да, молитва – это Всевышнему Богу, и поэтому, когда мы говорим, что ружье может быть, мы обожествляем. Вот именно это противоречие я хотел как-то снять, да, показывая на истории с праотцом Яковом. По простому смыслу, будучи религиозным человеком, будем говорить в терминах наших дней, будучи глубоко религиозным человеком, Яков, боясь встречи с братом, который, как он предполагает, может его убить. Он должен был всю ночь молиться, а не заниматься тем, что готовить подарки, да, и делить лагерь для того, чтобы, как бы, предвосхищая военные действия. Значит, невозможно понять. Значит, ему тогда надо сказать, или, как приведенный пример про Давида Меллаха. А зачем надо было приветствовать сумасшедшим, и зачем надо было слюной брызгать, и там вообще какие-то делать вещи, что они непостижимые, для человека, который находится на таком связи канала Всевышнего. Ну, прочитай псалом, прочитай, как бы, молитву страстную, и все, и будешь спасен. Либо, можно сказать, значит, это были люди, которые называются катане и муна, не дай бог, значит, они были маловеры. Но это не так. Вот я пытался этой статьей, идя по Ханан-парату, как бы, снять это противоречие. Такая идея. Окей? Натан, знаешь, вот какая мысль есть, если можно. Вот единственное, чего Яков не пытался делать, он не пытался, как Авраам с Лотом, просто поговорить с Исавом, напрямую. Вот такой попытки не было. И вот я здесь вижу такую параллель, что Израиль на протяжении вот всей истории, я имею в виду современное Израиль, государство, как-то очень слабо пытается, или вообще даже не пытается, объяснить миру свою позицию, как будто бы заранее уверены, что никто не согласится, никто не поймет. Все против нас, и поэтому, если мы начнем доказывать, что мы правы, то это бесполезно. Гриш, я понимаю твою линию, я понимаю твою линию, я могу ее отбить очень просто. Послушай, посмотри последний договор, это вообще называется Брит Авраам, смотри, как круто вообще, это не просто называется мирный договор, как там был с Рабином, там сто лет кончания войны, конец кровопролития, это круче, это называется Брит Авраам, с Бахрейнами, с Эмиратами, со всем прочим. Я тебя отбиваю так, Израиль говорит очень просто, он говорит, ребят, те, кто хотят с нами вась-вась, те, которые нас уважают, мы всем сердцем, а если это те, которые как Иран, ну, соответственно, получите. Вот это политика. Поэтому, значит, разговаривать. Значит, разговаривать с Хамени бессмысленно. Понимаешь? Нет, с Хамени. Ну да, с Хамени бессмысленно, понимаешь? Ну, сейчас мы уходим немножко в сторону, да, но практика показала, например, что с палестинцами разговаривать тоже бессмысленно. Может быть, по другим причинам, но это тоже бессмысленно. Это заводит в тупик. А разговоры, которые реальны, это да, но то, что ты говоришь про Якова и Сава, возвращаясь, я с тобой согласен. Я читал такие комментаторы. Я недавно писал «Обсессия». Там даже я читал такой комментарий, очень интересный, что на самом деле Сав, даже когда он сказал Якову, видимо, фразу, которая у него все время в голове звучала, вот эти 20 лет, что когда наступят дни, пройдут дни, Авеля, ну, дни скорби по отцу, я убью его. Вообще была идея такая, что он на самом деле Сав, он простой чувак, он бегает по полям, он все время убивает кабанов, всех пятых-десятых. Это то, что Ла Авгель, очень часто, не знаю, как в России, у нас на улице у простых людей, человек бросает, «Аня Рогутха, я тебя убью». Что означает, что он хочет его убивать? И Сав вообще не хотел его убивать. У него накипело просто. А Яков, Яков, он при всей близости, при том, что он видел управление мира, и лестницу, и ангелов, при всем этом, он реально, реально у него поджилки тряслись от Исаава. А Исаав не хотел, он побежал ему навстречу вообще. Поцеловал, за те, что Беседа, он его укусил на самом деле, за щеку проверял. Неважно, по-простому, он побежал навстречу, и обнял его, сказал ему, «Ахи!» Это то, что у нас на улице говорят. Брат мой! А Яков себя вел очень по-еврейски. Он боялся. С тобой спорить, это бесполезное дело. Ну, бесполезно, послушай, я пытаюсь отбивать старик. Ну, надо, там Ривка сказала, Якова, что я не выдержу две смерти, как бы, что вдруг такое произойдет. Правильно, значит, у нее, я не против, Ривке могли, мы сейчас дальше, как бы, начинаем. Она, значит, знала же Савва, она разбиралась, у кого-то. Она тоже считала, что все очень серьезно. Очень может быть, что она и Савва тоже не понимала. Ну, просто вот эта вот обсессия, обсессия, она чувствуется. То, что Яков дико боится и Савва. Смотри, можно уже по-другому сказать. Человек, видевший управление мира, человек, видевший ангелов, человек, ну, как бы, ну, я не знаю, он на верхах находится. Человек, который сам посылает ангелов. Сам посылает ангелов. Ну, что ему это-то Савв? Ну, Савв 400 человек. Он реально убоялся. Точно так же, как, ну, опять вот история с Давидом Элохом. Ну, человек-то и лень пишет, ну, ну, я не знаю, Давид Элох. Должен прикидываться сумасшедшим, брызгать слюной, чтобы спастись. Ну, это простой человек. Это, не дай бог, как бы наша ситуация. Я, ты, там, вы, мы, ну, понятно, там, на карачках будешь ползать, чтобы спастись. Ну, Давидом Элох. И более того, мы читаем это каждый день, как минимум два раза. После Шахрита и после Минус. Вот на Филатопае. И сказал, повторяем это. То есть, это, это, это где-то национальное мышление, это национальное сознание. Это не просто так. Окей? Ну, хорошо, мы сегодня забросали некоторые вопросы, правильно поставили, так, сяк. Я думаю, достаточно интересно провели. Андрей нам рассказал очень интересно про Раби Нахмана, про Мистику. Юра нам очень интересно рассказал про себя правильно вести вообще в современной ситуации. Арик Шарон туда-сюда. Миша обозначил фактаж, как обычно, что тоже важно. Ну, и я привел Ханан Парата к Туалю. Окей? Мы можем на это распрощаться, сказать до свидания, лейтраот, и уже близко Хак Самех. Хорошо? Шалом, шалом, хану Касам. Всем шалом. Спасибо огромное. По-моему, было замечательно. Спасибо. Всем счастливо. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok